Протягиваем выпуск. Доброе упорядкование Рогачёва, выращение земельных спрычек и створение музея имя Владимира Короткевича. Гэты и иншие темы прогучались сёння под час промои телефонной линии и приёма грамадян, якие провёл старшиня Гомельского облаканка Магинац Соловей. По всех вопросах от насельництва дадены тлумаченни. Кожное взято на контроль. Об тем, что хвалюет жихару Рогачёвского района, сюжет Дмитрия Котова. Одной из первых на промою телефонную линию звернулася Валентина Краученко. Жанчина, проживая у одним из микрорайонов райцентра, агульная колька жихаров, якого 4 тысячи человек. Некоторые коммуникации пришли в заняпад. На особных участках дорог – вялизные ямы. Последок жоу добраться до подъезда – задача неспростых. Работы по доброму парадку недваровой территории, до речи, уже распочалися. Однако Жанчина попросила гэтае пытання взять на особистый контроль. Старшиня Гомельского облаканкама подяквау за активную громадянскую позицию, и забегающий наперед, скажем, после промой линии и приема у громадян, выехал непосредственно на место, где ознаемимся с ходом проведения работ. Их перший этап завершится приблизно празд месяц. Кировнистам Рогачевского района Канкама принято решение – лепш зарабить меньше по объеме, але больше якосно. Поколь полностью доброго парадкования у микрорайоне не завершится, гэтае пытання будзе сярод наибольш актуальных. Были изысканы денежные средства из районного бюджета, порядка 350 тысяч. Значит, данная сумма сегодня определенная подрядная организация. Проводятся строительно-монтажные работы. Ну, а ко второй части дворовой территории, если получится, то в этом году мы продолжим работу. Сярод Агучинга сёння и добрая пропанова, якая прогучала до Александра Лейкина. Жихара Гачёва выказался на кон створения музея имя Владимира Короткевича, який, до речи, з'является самым популярным айчинным письменником у Беларуси. У райцентра уже есть улица и библиотека, який носит имя прославленного майстра. Музей плануется створить на месте дома, где письменник писал свои самые знакомитые творы. Будынок захавался до этого дня. Зараз тут живут родные Владимира Короткевича. Алия поста не здоровья доглядать за будинком им складана. Старшиня Гомельского Аблвыконкама идею подтримал. Алия отзначил, что спочатку ситуацию необходно уважливо выучить, особливая ею юридичные аспекты. Мы посмотрим то, что переориентации под музей, то, что там люди проживают, посмотрим к этому вопросу. Мы учтём ваши предложения, посмотрим, как это правильно сделать. Спасибо. Земельные спречки, жилёвые пытания, ремонт отделения Рогачёвской ЦРБ. Тематика заворотов самая разная. До прикладу, на приём до губернатора пришёл фермер с просьбой о предоставлении додатковых площадь. Его 200 гектаров не хватает, чтобы отримать, когда 400 живёл. У вынику показчики по вытворчасти молока упали с 24 литров на корову до 18. Старшиня Аблвыконкама подкреслил, что фермеры, которые демонстрируют добрые выники, должны отримать допомогу и поручил мясцовым уладам распроцовать варианты. Увагуле уся пытания, которые прогучались сегодня, взяты под особистый контроль губернатора. Так само стало вядомо, что у ближайшей будущей невезные приёмы у районах керавника в области и его наместников будут проходить два раза на месяц. Соответствующий график сейчас разрабатывается, и вы сможете ознакомиться с ним на сайте облсполкома, либо позвонив в отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц облсполкома. Кроме того, до проведения приёма, как правило, будет запланировано проведение прямой телефонной линии, и те люди, которым тяжело, скажем так, приехать, либо не имеют возможности, смогут позвонить на указанные телефоны и задать напрямую вопрос губернатору, либо его заместителям.